Привет всем! С вами Рин. Я продолжаю читать новеллу Хатухолл Бойфренд. И знаете что? Мне очень нужен друг. Сейчас. В эту самую минуту. Потому что в жизни всё очень плохо. Доктор, которого я так любила, оказался маньяком-психопатом, убийцей-расчленителем, ганнибалом-лектором и как его ещё только не назови. Всё кошмарно, правда? Мне срочно нужен друг, которому я могу повредать жилетку. Загрузилась я с этого момента, потому что, в сущности, именно здесь, с самого начала мы сталкиваемся с Рётой, нашим другом. Поэтому я решила на сей раз эту сценку не проматывать, а прочитать её, что ли, потому что она всё-таки часть Рута. Рута, как вы помните, тут в самом начале рассказывается про школу, про то, какая она офигенная, сколько здесь всяких видах птиц есть. А Рин думает, что же она тут делает, ведь она же не птица. Ну, насколько мы поняли, она учится как бы по обмену. Кто-то вроде посла, что ли. Ну, знаете, популярно же в современном мире учиться. На год, например, тебя отправляют в какую-то другую страну, в университет. Ты там учишься, их чему-то учишь и сама чему-то учишься, а потом возвращаешься к себе, тоже как-то пытаешься сдавать экзамен. Вот как-то так. Вот мы сталкиваемся с Рётой. Ну, я на сей раз уже отключила эту функцию, где человеческие спрайты должны появляться. Я, в принципе, помню, как он выглядит. Вот, Рёта говорит, что Рин, ты... А, там странное было немножко в тексте. Ты, говорит, обычно за час готова. Ну, он имел в виду, что Рин у нас не опаздывает. Никогда. А тут, видите ли, взяла и решила опоздать. Ну, Рёта у нас самый обычный сизый голубь. Ничего в нем такого особо примечательного нет, как в Сапве, например, который у нас породистый француз. Или в ком еще. Ну, остальные голуби, они, в принципе, довольно обычные. Нагеки там какой-то был странный. Козуаки на вид обычный голубь себе. Вот он, кстати. Кто у нас? А, Окусан еще был. Ох уж это труд с Окусаном. Полный пудинга. Ладно, сейчас побыстренько мы промотаем эти начальные сценки, и перед нами встанет первый выбор. Я вот только не помню, только я не помню, была ли там строчка, которая бы хоть как-то указывала на Рёту. Потому что там что возможно было сделать? Вступить в школьный совет, можно было помогать медпункту, в библиотеку можно было как бы вступить, то есть стать библиотекарем. И команду бегунов, спортсменов. И, по-моему, это все. Нагеки, привет. И как тут понять, что нужно сделать для того, чтобы угодить Рёте, я, честно говоря, не знаю. Он не спортсмен, не какой-то активист в классе. В библиотеке, тем более, он не заседает. В библиотеке только Нагеки. Мы там и не бываем-то практически в библиотеке. Насиделись там в первом РУТе, теперь совсем туда не ходим. Ну и в медпункт меня пока не тянет. После РУТа с ШУ, извините, но нет. У нас еще Юя, конечно, остался, который тоже так или иначе связан с медпунктом. И когда мы выйдем на его РУТ, мы будем его отмазывать от злого доктора. Будем его спасать как можем. Так, я промотала вплоть до этого выбора, потому что что-то там слишком долго пришлось мотать. Но видите, какие у нас варианты? Только четыре. И ни один из них на РЮТу, по сути, не ведет. Но давайте, наверное, выберем Студсовет. Потому что выбирать все равно придется. Как ни крути. А для того, чтобы не выйти на РУТ с Сакуей, мы не будем выбирать должность вице-президента, как в прошлый раз. А выберем что-нибудь понезначительнее. Того же Кверка, например, или Казначей там есть. Можно попробовать, кстати, Казначея. Куда мы пойдем? Давай, наверное, на математику. Как бы еще так попытаться выйти на РУТ Ред и при этом не выйти на Казуаки, например. Но для этого мне придется не все время ходить на математику. Я буду чередовать на сей раз. Буду чередовать свои факультативы. Давайте пока промотаем до выбора должности. И посмотрим, что будет дальше. Вот, давай ткнем на Казначея. Интересно, что будет. Ты пришла сюда и хочешь эту позицию? Где твои амбиции? Ты что, хочешь испытать себя на прочность? Ты еще сама пожалеешь об этом. Ну, тогда вице-президент. Отлично. Вот черт. И так меня назначили вице-президентом. Да и в совете только мы с ним. Ай-яй-яй-яй. Я даже не знаю. А вдруг у меня теперь ничего не получится. Ладно, я сейчас не буду переигрывать. Я просто попытаюсь как можно меньше болтать с Сакуей. Буду стараться все делать только с Ретой. Вот, мы можем поговорить с Ретой в походе. И эту сценку я помню. Как раз таки в прошлом Руте она у нас была. Рета, давай поедим вместе. Конечно. Славный тут Виль, да? И это твой обед, Рин? Да, я помню. Сейчас он начнет наслугать за батончик мюсли. Не, не очень-то слабное питание для пикника. Это да. А Рин считает, что это пища богов. Блин, если ты это съешь, ты замертво свалишься у дороги на обратном пути. Вот, я поделюсь с тобой своим обедом. Настоящий друг, которому важно, что ты съел, во что ты одет. Там, не замерз ли ты, не промочил ли ноги. Вот такой заботы сейчас и не хватает. Хорошо, договорились на том, что батончик оставят на случай, если они потеряются и им придется как-то выживать. Куда пойдем дальше? Давайте сходим... А, кстати, если мы в студсовет вступили, нам теперь лучше избегать уроков музыки, я полагаю. Давай на тренировку пойдем. Повидаемся с Оку-саном. Это мы, интересно, читали все, нет? В общем, Рин говорит, что очень жарко. А Оку-сан у нас, как всегда, запас водички восполнить пора. Оку-сан хочет купаться. Я правда не помню, было это или нет. Ну окей, силу мы увеличили. Знаете, птицы, они ведь прекрасные создания. Мне ведь нравятся птицы на самом деле. Хотя бы потому, что они умеют летать и кажутся свободными. Просто я никогда не рассматривала их, понимаете, как вариант, ну... Что с ними можно встречаться, пусть даже в визуальной новелле и вообще как-то. Это все очень странно. Но вообще-то птиц я люблю. Спортивный фестиваль на носу. Я помню, что нам надо будет делать. Мы побежим вместе с Ретой. На сей раз, увы, Сакуя, мы не будем помогать твоему оркестру. Мы не будем помогать Юе перебинтовывать раненых. И не будем бежать в марафон вместе с Оку-саном. А, ну да, и в библиотеке помогать мы будем. Беги парами. Вот где мы примем участие. О, ты с нами? Хочешь побежим вместе? Я еще не нашел пару. Ну, конечно, ты моя пара. Ты что, хотел бежать с кем-то еще? Давай. На старт марш. А почему внимание не сказали? Что-то быстро все. Рета старается за нас обоих. Пара птица-примат. Ой, я случайно промотала. Извините. В общем, их, по всей видимости, обогнали. Но каким-то образом они все равно заняли второе место. И не посралили наш класс. Молодцы ребята. За них можно только порадоваться. Так, промежуточный экзамен. Ну, я думаю, мы его сдали нормально, потому что ходили на математику. Хоть один раз. Но тем не менее. А нет. Видимо, надо было два раза на математику ходить. Ну, ладно. Допустим. А вот теперь, ребята, мы с вами идем в кафетерий. И эта сценка у нас, в принципе, тоже была. Но я ее пропускать не буду. Думаю, пойду в кафетерий. Не буду ее пропускать, чтобы освежить ей свою и вашу память. Здравствуйте, пора вину... Господи, что я читаю? Половину плошки жареного риса, пожалуйста. У нас недавно был зачет по скороговоркам, так я пыталась их отрабатывать изо всех сил, чтобы там буквы не перепутать. Р и Л и все такое прочее. Вроде бы у меня получилось, но вот иногда бывает от волнения, что я и ударения путаю, и в буквах там... Ладно, спокойно, все хорошо. Читаю дальше. Ням! Мой любимый! Нет! Не может быть! Подделка! Ужасная ложь! О, знакомый голос. Это не пудинг! Я знаю, ты уже говорил. Пойдем поедим на улице, нам тут не развернуться уже. Что происходит? Хотя и так все ясно. Сан увидал пудинку, у него опять крышу снесло. Я его удержал от погрома, но... Ау! Прекрати, Око-Сан! Отпусти меня немедленно! Я выхожу из себя! Помоги, Рин! Хм... Отпусти его, и сейчас я разберусь. Мы выбираем первый вариант. Да, я разберусь, Рёта! Мой охотничий инстинкт дает о себе знать! А-а-а-а-рр! Нет! Королева зверей выходит на тропу войны! Отступаю! Отступаю! Почему он меня королевой зверей называет? Я ж человек, вроде как. Око-Сан вылетает из кафетерия, словно кролик из катапульты. Ах, спасены! Спасибо, Рин! Без проблем? Все равно, я только лишь на него прикрикнула. И этого было достаточно. Теперь мы можем обедать в тишине и покое. Вот так, ребята. Накричали на Око-Сану и выгнали его. Ну, хоть не выкинули из окна, как вроде Сакуи это было. Вообще, конечно, момент забавный. До сих пор вспоминаю. Смешно. Так, куда нам пойти? Давай на математику. Не будем расстраивать козулаки. Да, всегда интересно, зачем же нам все-таки математика. А мне вдвойне интересно, как вы ее учитесь, если ваш учитель постоянно дрыгнет? У нас бы хоть можно было на математике поспать. Такие учительницы были, что фиг вам. А как я не любила математику? Это ужас просто. Так, ну пожелание отреты, да. Он желает всем здоровья. И больше, кстати, ни от кого мы ничего не видим. Значит, правильно двигаемся. А что же мне пожелать? Что будем желать? У нас появился новый выбор. Ребята, нам, похоже, открылся новый рут. Нет? Того самого секретного персонажа, о котором я говорила. Безумная любовь падшего ангела. Но мне кажется, нам пока рано выбирать. Пока еще рано сжать вот сюда, потому что с Рёта и Сьюи мы еще не закончили. Давайте я, например, пожелаю вот это. Но теперь мы будем иметь в виду, что есть и такой странный выбор. Любовь падшего ангела. Вот это очень интересно звучит. Как-то даже нетипично для этой новеллы, правда? Уже сам по себе Рут Шоу, он сильно отличается от всех. Хотя бы концовкой. Это напоминает концовку Лены в Бесконечном Лете. Плохую, разумеется. Остальные же концовки все вроде довольно типичные. Так, опять пропуск не работает. Обидно. Ну ладно, мы отказываемся от предложения Нанаке все равно. Отказываемся, я говорю. И уходим домой сами. Да-да-да. Открытый тест игры, на который нам почему-то не позволено даже посмотреть. Очень обидно. Хорошо, факультатив у нас. Пойти на... На музыку, правда, не хочу идти. Опасаюсь, что с Сакуей придется сталкиваться. Давай на тренировку сегодня. О, кстати говоря. Бассейн. Ну тут опять же Рёта у нас. Но это, в принципе, не повлияет на его Ру. Просто мы видим, как он старается плавать. И обещает научиться до выпуска это делать. Друзья, это хорошо. Особенно, когда они рядом. Мы будем в разных классах на следующей паре, да? Ребята, ура! Наконец-то пошел абсолютно новый текст. Этого мы еще не читали. Вы, наверное, уже задолбались от того, что я тут постоянно все пропускаю. Да мне и самой, честно говоря, надоело. Ну что ж я сделаю, когда тут столько много рутов и все хочется прочитать, а большую часть, как ни крути, мы уже видели и нет смысла этого. Читать это снова. Поэтому приходится много пропускать. Всего-то два часа прошло, а я уже такая голодная. Ааа, больше не могу это терпеть. Вот прям как я в универе. Рета, следующая пара в мастерской, так? Пойдем вместе. Эм, конечно. Что? Как-то он слишком вяло отреагировал. Эй, ты чего? Я ж твой друг. Эм, Рета, на тебе лица нет. Все в порядке? Все нормально. Нормально. Пойдем. Ух, у него, наверное, живот прихватило. Совсем ты не в порядке? Да, желудок. Ага. Все время этот желудок. Не переживай. Я пойду в медпункт. Ты предупредишь учителя? Ты сам дойдешь? Вот как-то неохота к Шу его одного отпускать. Хотя он и раньше ходил, и с ним все было в порядке. Но мало ли, что этот негодяй задумал. Да, смогу. Спасибо. Скоро вернусь. Ему, я думаю, как и многим мужчинам, не нравится чувствовать себя беспомощным. Особенно в присутствии девушки. Печально, досадно. Но его не было ни на третьей, ни на четвертой паре. Ой, я надеюсь, он жив. Доктор, колись, ты ничего не сделал с моим другом. Не дай бог. Я тебе, блин, перья-то повыщипываю, куропаточка-то несчастная. Он все еще в медпункте? Я проверю его после обеда. Рин или желудок? Кто же победит? Ну, это, конечно, странно. Рета? О, привет. Так, ну ты хотя бы живой. Как ты? Выглядишь еще хуже прежнего. Ну, От сидения в медпункте только хуже стало. Ну и где ж тогда нормально? А вдруг у тебя аппендицит какой-нибудь там? Хотя я не знаю, у голубей вообще бывает аппендицит? Это, наверное, странно. Доктор дал мне лекарств, но я не уверена, что эти лекарства ему вообще помогают. Я бы не стала даже принимать то, что наш доктор прописал. Ну, знаешь ли, в одном руте в руте укусана, ты ведь приняла какое-то докторское зелье и твой ум увеличился на целое десять единиц. Ты ж не птица, на тебя по-другому все действует. Что-то не так. Особенно, если после врача ты чувствуешь себя хуже. А что, если врач намеренно его травил? Вот это вот плохо. Подожди тут, Рета. Я пойду, дам этому доктору парочку ценных советов. Стой, Рин. Он не виноват. Это все мой слабенький желудок. Я собираюсь... О, так мы действительно можем пойти устроить доктору разнос, нет? Пойти и накричать на доктора, остаться. Ой, блин, надо было сохраниться перед выбором. Ну, чё ж я, как всегда. Ну, я не знаю. Если честно, то я не вижу причин идти и орать на доктора. Мне кажется, если бы он хотел Рету как-то потравить или убить, он бы уже это сделал. А тут смысла просто в этом не вижу. Но если мы останемся, вдруг это будет означать, что мы там не проявили должного внимания и сострадания к нашему товарищу, и что потом с ним может случиться что-то плохое, а мы вот не углядели. Но сейчас я чувствую, что всё-таки надо вот это выбрать. Давайте останемся. Ты прав. Не стоит с ним связываться. Тогда он отыграется на тебе. Ну, или такой вариант. Рин мыслит здраво. Хорошо. Мы с ней пытаемся включить голову и как-то думать. Не надо так говорить. Ради тебя, Рёта, я постараюсь не портить отношения с доктором. Я надеюсь, Рёте станет лучше. Так, итоговый тест. Промотаем. Мне кажется, я опять его завалила. Так и есть. Ну, прости меня, Казуаки. Рут с тобой был приятным, но он закончился. Сегодня последний день семестра. Тут должен новый текст пойти. А-а-а, Сакуя. Серьёзно? Ну, хорошо. Давайте повидаемся с Сакуей, который будет нас, будет требовать от нас помыть пол и вообще тут всё убирать. В прошлый раз мы что мы сделали? Мы его осадили. Ну, сейчас давайте спустим это. Скажем, что всё в порядке. Так, хорошо. Ты можешь сесть вот тут и командовать. великолепно. И я драйла комнату, пока она не воссияла светом тысячи солнц, как и было задумано. Ах, опять я пошла на поводу. Ну, ничего страшного. Летние каникулы, ребята. Кстати говоря, я не знаю, соскучились ли вы по тому кафе, в котором Рин работала в своём самом первом руке сногеки ещё. Но я чё-то по нему немного заскучала. И вот сейчас мы встретимся с Азами, и я этот момент, как обычно, пропущу. Но после этого у нас будет выбор. Долгожданный выбор, когда мы пойдём в это самое кафе устраиваться на работу, потому что там будет рёта. Так, ребятки, я к вам возвращаюсь. Опять же, по стечению обстоятельств мне приходится спустя некоторое время продолжать эту серию. И сегодня я вполне в хорошем настроении, в отличие от прошлого раза, потому что тогда казалось, что всё ужасно. Ну да, период сессии ведь начался, нужно было всё успеть сдать, иначе у меня бы каникулы обломались и всё такое прочее. Ну ладно, я не буду вас грузить. Хорошо, что всё благополучно закончилось. Я надеюсь, что оно действительно благополучно закончилось. В общем, я уже навострила лыжи и готова ехать домой, но прежде чем я это сделаю, я всё-таки хочу дозаписать этот злосчастный рут. Рут рёты. Похоже, так эти слова звучат. Рут с другом, так сказать, который на самом деле больше, чем друг. И вот мы с вами идём устраиваться на работу. В принципе, я думаю, первую сценку можно пропустить до появления рёты непосредственно. Я помню этого старого попугайчика. Он хороший хозяин, добрый работодатель. И вообще, заведение у него очень милое. Я бы в таком работала, если бы пригодилось. Не пригодилось, если бы выпала такая возможность. Да, у нас первый рабочий день в кафе. Я почему-то думала, что Рёта придёт как раз-таки на собеседование, но, видимо, он приходит уже, когда Рин начинает работать. Ну, хорошо, значит, сейчас мы с ним и встретимся. Всё-таки я немножечко эту сценку пропущу. Они тут любезностями обмениваются. Да, вот и Рёта. Хорошо. Пропуск, стой! Остановись! Зараза, не хочет сразу откликаться. Вот, нехороший ваш друг Мисс Рин. Но, если вы помните, Рёта пришёл устраиваться на эту же самую работу, что и Рин, и у нас здесь есть выбор. Либо оставить работу себе, либо уступить её Рёте. Ты тоже на счёт работы, Рёта? У него это уже вторая, по-моему, работа, да. Он ищет себе подработку. Да, там было написано, что смена начинается в полдень, как раз после моей первой работы. Упахивается бедный, не жалеет себя с его-то здоровьем. Но, если ты уже получила работу, то ничего. мистер Орушихира, а вам не нужны два работника? Ну, было бы, кстати, прикольно, если бы мы вдвоём тут работали. Хм, у меня не такое уж и большое место для двоих. Да ладно тебе. Больше помощи, больше молодых рук и ног, точнее, клювов и лап, и что-то такое. Крыльев и лап, да. Ну, хорошо, либо мы начинаем работать, либо уступаем вакансию Рёте. Давайте, в этот раз уступим. Хотя работа действительно хорошая, но друзья важнее. Мистер Орушихара, а вы не можете взять за место меня Рёту? Знаете, звучит как-то по-деревенски, ну, серьёзно. Вы не можете взять вместо меня Рёту? Рин? Я не вижу преград. Ну, хорошо, что не видишь. Хотя я человек, а он птица. Наверное, выгоднее было бы всё-таки птицу взять на эту должность, но ты тут уже как хочешь. Мне не шибко нужна работа, а вот Рёте позарез. Не волнуйтесь, он отличный работник. Ты уверена, Рин? Не очень честно. Ну, когда мы тебя прокатывали с работой, это тоже было не очень честно. Так что в этот раз я искупаю свою вину, можно сказать. Мне грустно уходить в первый же день, но... А может, нам всё-таки позволят вдвоём тут работать, а я всё-таки надеюсь. Рёта работает на нескольких работах, чтобы помогать маме. Мистер Рушихара настоящий джентль-птиц, а Рёта заслуживает только лучшего и всем хорошо. Я знаю, что ты справишься, Рёта. С... Спасибо, Рин. Да будет так. Эх ты, ну взял бы нас двоих, почему нет? Наше знакомство было таким же внезапным, как хвост кометы на горизонте. Но я рад с вами познакомиться. Пожалуйста, заходите. Я всегда здесь, мисс Рин. Обязательно? Спасибо, мистер Рушихара. Что-то как-то фамилия у него тут, по-моему, варьируется. У Рушихиру я ещё когда читала, подумала, что что-то не так. Он у Рушихара. Это верно. А, у нас же ещё с вами летний фестиваль. То событие, которое я всегда с нетерпением жду. Ну так что ж, наконец-то мы приглашаем Рёту. Он стоит первым в списке и он первый, кто попадается нам в этой новелле. И, наверное, логично, что с ним самую первую концовку ты получаешь. Но он у меня чуть ли не последний идёт. Ну так уж получилось. спасибо за приглашение, Рим. Пойдём. Так много всего. И куда же пойти? Используй свой охотничий инстинкт, Рим, чтобы найти еду. Я плачу. Это очень хорошо, если ты платишь. Что? Нет, я за тебя плачу. Сейчас будут разбираться, кому лучше платить. Птицу за даму или даме за птицу, да? Ну, хорошо. Хм. Можно покушать Якитори. Я плохо помню, что это такое. Ну, в общем, какая-то японская знаменитая еда. И я провела славный вечер с Рёдой. Салюты-то будут? Главный вопрос. Может, мы и в следующем году пойдём? Я бы хотела ещё Якитори. Я думаю, для желудка Рёды еда, которую она предложила, не опасна. А, салютов не было, как жалко. Но, тем не менее, они хорошо провели время. И это здорово. Двигаем дальше. А дальше у нас, ну, дальше мы опять пропустим то, что перед нами сейчас будет. Продинамим мистера Нанаки. И не будем никому помогать. Я, кстати, какое-то время помогала своей маме с домашними заданиями там, по русскому языку, когда нужно было проверить на ошибки. Тетрадок много, учеников много, голова кругом идёт. Помощь бывает очень нужна. ой, пафосные речи ринг. Не могу с них просто. Ну, что же теперь? Должны пойти ещё какие-то новые сцены, потому что начинается новый семестр. Сакуя, Окусан, рада вас видеть. второй семестр. Двигаем. Опять нашли студенческий билет, кстати. Но сейчас там мы его шуу не помесём, я надеюсь. Да, в этот раз мы всё сделали правильно, отнесли его к Азуаке. Я думаю, новых диалогов тут не появится насчёт этого самого пропавшего студента. я могу в принципе проверить, а то вдруг что-то новое пойдёт. Нет, видимо, всё по-старому. Этого студента не видели с середины июля. Понятненько. Ладно, Козуаке, на тебя-то мы можем положиться, ты у нас не пенчер. Так, факультати, и чем же заняться? Я даже не знаю, куда сходить. Математика. Давайте на математику сходим. Не хочу сталкиваться с Сакуей, и не хочу расстраивать Козуаке. Тут тоже можно текст промотать, потому что это мы всё читали. Читали ведь? Читали. Вот и хорошо. Ах, сегодня был отличный день, пора бы отдохнуть, предаться лене и обжорству, только предаться. Эй, Рим? Рёта, что такое? Не хочешь вместе прогуляться до дома? Конечно, если ты не идёшь куда-нибудь ещё. это, по-моему, одна из всех остальных джентль-птицей, которая просто позвала нас прогуляться до дома. Нас разве что на ноги провожал. И всё. По-моему, больше мы ни с кем вот так не гуляли. С удовольствием прогуляюсь, конечно же. С Нагеки мы не могли гулять по понятным причинам. Ох, красивый фон. Солнышко светит. Это у них, это сентябрь, получается, да, 13 сентября. Солнце уже быстро заходит. Думаю, началась осень. Самое утончённое время года. Соглашусь. Эй, смотри, ласточка. Ласточка? Самые элегантные в мире птицы. О, а вон их гнездо. К началу лета у них появятся птенцы. всё так меняется. Думаю, да, птенцы такие крохи. И я кое-что вспомнила. Давно это было. И я. Спасибо, Рин. Я нашла Рёту на улице, в плютый мороз. Он выпал из гнезда. Так вот, как они познакомились. Я почему-то думала, что они с детства друг друга знают. Типа, Рёта ещё был птенчиком, а Рин ребёнком. Голуби размножаются круглый год. Не мудрено, что их так много. Спасибо за интимную подробность о жизни голубей. Так мы и познакомились, да? Ты валялся в грязи, копошился туда-сюда, а я отнесла тебя обратно в гнездо. Как грубо. А если подумать, не гуляй, я там тогда, ты был бы мёртв. Да ты и сейчас не самый здоровый птиц. Да, я знаю, Рин. Если бы не ты, не сидел бы я сейчас тут с тобой. Получается, моему жизнь спасли. Вот так вот и завязалась наша крепкая брульба. Помню, как вчера. С тех пор я всегда ценил твою доброту и умение лазания по деревьям. Кстати, я не умею, но очень хотелось бы научиться. оставайся такой всегда. Хорошо? Он так говорит, знаете, как будто он собрался с нами прощаться. Нет, я не хочу. Ты же мой друг. Мы же с тобой будем вместе. У нас всё будет хорошо, правда? Школьный фестиваль. Кафе со служанками. Да, я помню, какое там было кафе со служанками. Это было просто, я не знаю, это был такой эпик. Кто смотрел серию про Окусана, тот поймёт, о чём я говорю. Куда же пойти? Что же поглядеть? Так. Ну да, в этой серии всё то же самое. Однако мне уже не так смешно, когда я на это смотрю. Скорее грустно, что бедных птиц заставляют вот это вот облачаться. Рин, подожди. Что такое, Рёта? Ты не занята? У нас так много посетителей, что нам нужна ещё одна официантка. Но она, по крайней мере, будет красивее смотреться в этой форме, чем птички. И правда, да откуда они все взялись? Посторонись, Рёта, сейчас они узнают, что такое суперслужанка. И я так и не обошла весь фестиваль. Работа зовёт. Ну, зато помогли другу. Это прикольно, у нас ведь в школе ничего подобного не устраивали. И в универе тоже нет каких-то таких фестивалей и кафе со служанцами. О, кстати говоря, сценка, когда она ходила по ночному городу, это ведь мы сейчас на Азаме наткнёмся. По-моему, только в руте с ногейки мы видели эту сцену, когда устраивались на работу. Вот интересно. А что значит эта фраза? Позвольте спросить. Я глаза продавала по пути домой. Солнце уже садится. Как можно продавать глаза? Вы мне объясните? Ммм? Кто эта милая девушка, раздающая флайеры? Милая дев... Что? Да ладно! Я думала, мы на Азаме наткнёмся и на тех байкеров. А тут у нас милая девушка, которая продаёт флайеры. Рёта, ну-ка объяснись. Что ты делаешь, Рёта? Фестиваль уже закончился. Или ты всегда так одеваешься? Слушайте, ну мы же не в Таиланде находимся, правильно? Что происходит? Нет, нет, это моя работа. Что это за работа такая? Ты всё не так поняла? Всего лишь кафе для трансвеститов. Всего лишь для трансвеститов, да? Ну, мы поняли. Я всё правильно поняла. Нам нужны деньги, бедные. Выкручивается как может. Вот, возьми флайер. Ты серьёзно? Эмм. Я за тебя замолвлю словечко, когда пойду туда, найди другую работу. Это подразумевает, что мы должны будем пойти в кафе для трансвеститов? Не, спасибо, что-то не хочется. Однако, однако, нам же нужны бонусы в копилку крёте, поэтому, что поделать, поэтому вы должны меня понять. Я обязательно замолвлю за тебя словечко. Спасибо, буду ждать, Рин. Ой, Рёта-Рёта. И мой рабочий псевдоним Курлыня, так что использую Курлыня. Я думала, у нас Курлык, это только Окусан, но у нас Рёта отличился. Курлыня? Ладно. До скорого, Курлыня. Я оставлю тебе хорошие чаевые леди, но всё-таки я всей душой хочу, чтобы ты нашёл какую-нибудь другую работу. Окей, договорились? Вот так, ребята. Такой вот поворот в новелке. Прекрасно. Рёта, пройдёмся до дома вместе? На сей раз сама его зовёт. Эм, извини, мне ещё нужно зайти в одно место. Может, позже? Хорошо. Рёта, что-то не так? Всё нормально. Не переживай, Рин. Его натянутая улыбка говорит об обратном. Но если он не хочет, чтобы я беспокоилась, то и не стоит беспокоиться. От этого никому не будет хорошо. Может, тогда схожу в игровые автоматы? Не нравится мне, что с Рётой происходит. Ох, не нравится. Ах, веселье-то какое! Давно я не играла. Нужно вспомнить старые движения и снова начать. Мы сейчас опять наткнёмся на Рёта? Эй, а что Рёта тут делает? Почему он выходит из больницы? Вот... Вот этого-то я и боюсь. Рёта, ты был... Рин? Рин, мне нужно с тобой поговорить. Ты можешь сейчас? Конечно! Что такое? надо готовиться к худшему, да? Ну... Извини, даже не знаю, с чего начать. Соберись, мы никуда не спешим. Спасибо. Моя мама не очень хорошо себя чувствует. Она и так не отличалась хорошим здоровьем. А, всё дело в маме. Но это тоже плохо. Она всегда простужалась зимой. Да, хотя голуби, наоборот, приспособлены для более холодной погоды. Ей становилось всё хуже и хуже с конца сентября. А потом я не смог сам о ней заботиться. И она теперь в больнице лежит. Теперь она лежит в больнице. И ты каждый день ходишь туда после школы. Надеюсь, она скоро поправится, Рёта. Уже нет. Уже нет? Он плачет. Извини, что задержал Рин. Пока. Да ты что, неужели мы тебя оставим одного в такую минуту? Я бы ни за что этого не сделала. Рёта! И он улетел в ночь. А, ребят, я сейчас сама расплачу. Очень грустно. Кошмар. Я бы даже не представляю, что бы я делал, если бы у кого-то из моих друзей случилась подобная беда. Ой, кошмар. Даже думать об этом не хочется. И главное, тут музыка сейчас такая на фоне, которая вообще не к месту сейчас. Результаты экзаменов. Давайте промотаем. Пофиг вообще на этот экзамен, если честно. В жизни есть и более важные вещи. Беспокоиться за все эти экзамены, за оценки, за пал. Это всё чепуха, ребята. Близкие и друзья намного важнее. Кто-то прислал мне сообщение. Кстати, у нас Рождество, он 24 декабря, да. Это Рёта. В парке в 7 часов. Что такое? Надеюсь, ничего серьёзного. Рёта, я не заставила тебя ждать? Нет, извини, что так внезапно написала, Рим. Что такое? С мамой всё в порядке? Да, она уже лучше себя чувствует. Спасибо. Она сказала, что я уже взрослый и мне нужно провести день с дорогим мне человеком. Закрыла дверь в палату и не пускала. А одному идти домой грустно. Ну, я и подумал, что лучше пообщаться с тобой. И ты мне написал, теперь лучше? Ага, спасибо. Ой, извини, сегодня Рождество, а тут сидеть как-то не празднично. Хочешь куда-нибудь пойти? Мне всё равно, Рёта, с тобой везде хорошо. И мы с Рётой весь вечер просидели в парке. Тоже вполне себе романтичное Рождество. Что в библиотеке, что в парке. Главное, с любимым человеком. Так ведь. Не слишком-то по-рождественски, но я не жалуюсь. Светлый рут. Мне очень нравится. Прям улыбка до ушей. Какой контраст с рутом Шу, с маньячным, или с трэшовым рутом Окусана, или с надменным рутом Сакуи. Я сейчас вот думаю про все эти руты. Я говорила, что Сакуи мне не очень-то понравился. На самом деле, это не так. Мне было интересно. Просто концовка подпортила впечатление, что ли, своей предсказуемостью. Было бы круче, наверное, и интереснее, если бы он продолжал оставаться надменным, там, я не знаю, и просто в конце концов перевоспитался бы, что ли. А тут оказывается, что он с самого начала не хотел следовать традициям своей семьи и просто делал вид, что такой он из себя аристократичный. Но еще, мне бы хотелось, чтобы он с братом помирился. Хотя это тоже было бы предсказуемо. Наверное, так. Вот. Ладно, не буду сильно отвлекаться. Счастливого Нового Года! А Новый Год у нас опять дождливый, да, и мы можем... А мы не можем пропустить. Но льют, как из ведра. Ну, ладно. Я бы пошла в святилище, но в такую погоду в дикой местности опасно. Вперед я ведь работал в святилище всякий раз, когда мы приходили туда на Новый Год. Но сейчас, мне кажется, сейчас мы его там уже не встретим. Думаю, я останусь дома и посплю. А открытки отправить не могу. А, новых сцен нет. А че ж тогда пропуск не работал? Ну, что поделать? Нас поздравляют Козулаки. Мы тебя тоже поздравляем. У нас Новый Год тут у самих буквально на носу. Буквально, буквально осталось всего пара дней. Жду с нетерпением. Третий семестр, ребята. День Святого Легументина. Я помню, какие бобы нам нужно купить. Сейчас все будет в порядке. Купим то, что надо и подарим их самому дорогому нам голубю. Тихая кукуруза. То, что доктор прописал. Точнее, буфетчик, продавец. Рёта, подожди. А? Эм, есть минутка? Конечно. Что такое? Держи. Тихая кукуруза. С Днём Святого Легументина. Ух ты! Спасибо, Рин. Это точно мне? Вкусно. Они славные. Там написано, что они хороши для птиц с проблемным пищеварением. Так что я подумала, они тебе подойдут. Я знаю, что тебе порой нелегко, но мне всегда радостно тебе помогать, Рёта. Спасибо, Рин. Мне приятно это слышать. Он нас столько раз уже поблагодарил, можно подсчёт вести, сколько раз он сказал спасибо. Ты же любишь удона? Пойдём поедим. Хорошо. Он выглядит счастливым. Ура! Хорошо, что мы можем сделать его счастливым в такой нелёгкий период его жизни. Зачем же ещё нужны друзья? Экзамены закончились. Осталось только ждать весенних каникул. Семестр и правда прилетел незаметно. И холодает. Нужно придумать, как поддерживать дом в тепле. Ну, кто-то прислал мне сообщение. Я в парке. Приходи скорее. Уже бегу. Рёта? Рёта сидит на скамейке. Мы часто встречаемся около неё. Рёта, что? Он плачет. Похоже, мама. Всё. Да. Холодно как, Рёта. Ты можешь заболеть. Да ему всё равно сейчас. Да. Привет, Рин. Моя мама сегодня умерла. Блин, я тебе сочувствую. Я не знаю, что сказать. Я знала, что скоро это случится, но у меня просто нет слов. Она была голубем, но всегда болела. Когда было холодно, это неправильно. Так не должно было быть. Рёта, теперь я совсем один, Рин. Нет, ты не один. Я с тобой. Я всегда буду с тобой. Но у тебя есть я, помнишь? Она так же сказала. У тебя есть Рин. Держитесь друг за друга. Было бы круто, знаете, если бы мы могли навестить маму Рёта. Но, к сожалению, нам этого не позволили. Я читала одну новеллу. Сейчас точно не вспомню, как она называется. А хотя нет, вспомню, почему. Кана, моя младшая сестра. И там была такая сценка, когда главный герой приходил к своей тёте в больницу. Тётя была смертельно больна. На самом деле это было очень тяжело читать. Она держалась до последнего. Это мужественная женщина. Поставила маленькую дочку сиротой. Ну, с отцом, получается. Но, тем не менее. Ещё и у этой девочки тоже был букет болезней. Она тоже могла долго не прожить. Короче, там капец. Слеза на слезе. И просто я не знаю, как я... Я, по-моему, даже не все концовки в этой новелле прочитала, потому что там просто от слёз не просыхаешь. Ну, стоишь ещё. Ну, думаю, я так не смогу. Слишком безответственно. Я люблю тебя, Рин. Больше, чем кого-либо ещё. Я тоже люблю тебя, Рёта. Но как же сказать? Моя мама была слаба, но она и не так мало прожила для голубя-то. И... Что ты хочешь этим сказать, Рёта? Если у нас будет семья, я умру намного раньше тебя. Мы представители разных видов. У нас разная продолжительность жизни. И зная, что я умру раньше и оставлю тебя одну, я так не могу. Это слишком безответственно с моей стороны. Ох, ребята, по-моему, это вообще первый птиц в истории этой новеллы, который задумался о чём-то таком. О том, что у них разные виды вообще. И разная продолжительность жизни, и всё такое прочее. Нет, ну это не сказать, что это характеризует его прям как какого-то идеального партнёра, скажем, для Рин. Потому что остальные птицы, они просто могли любить и не заботиться о том, какому виду Рин принадлежит. Поэтому не сказать, что они все были какие-то плохие или невнимательные, нет, но просто интересно, как они тут всё-таки отличаются друг от друга. Если принять во внимание, что новелла не такая уж большая, и что персонажи, я бы не сказала, что слишком идеально прописанное в этой новелле. Вы сами всё видели. Не очень-то всё идеально, но тем не менее, некоторые моменты просто поражают и трогают, как сейчас. Я прям рада, что именно сегодня, именно в такое вот состояние, можно сказать, именно после того, как я прошла все остальные руты, я сейчас читаю именно этот. и радуюсь, и грущу, и очень много эмоций. Но это ничего не значит. Мы же всё равно можем быть вместе. Я люблю тебя, Рёта, и я хочу быть с тобой до конца. Теперь я знаю, как тяжело одному. Я не хочу, чтобы ты чувствовала то же самое, Рин. Я думаю, нам нужно разойтись. Нет! Ты чё? Нет, наоборот. Это жизнь, Рёта, она такая, несправедливая, причиняющая боль, и иногда кажется, что всё хорошее уже позади и больше не вернётся. За него нужно бороться, бороться за счастье, как жили наши предки. Они боролись и умирали, чтобы мы с тобой сейчас стояли тут. Но мы, птицы, не должны были так скакнуть по эволюционной цепочке. Ну и в этом ты тоже прав, друг, но вы уже скакнули и этого уже не изменишь. Не имеет значения. Рёта, я люблю тебя. Я хочу быть с тобой до конца, даже если он уже близко. Я думаю, что и ты хочешь быть со мной. В чём проблема? Рин, я не такой сильный и здоровый, как ты. Да и не богач, трюкач и балагур. Но выбрала-то я тебя, так что успокойся, пожалуйста. Но я счастлив. Спасибо. Не думай об этом, Рёта. Мы разберёмся с будущим, когда оно нагрянет, так ведь? Так. Мы его убедили. Я не знаю, успокоился ли я, но... Я рад, что я родился, даже если только для того, чтобы быть с тобой. Спасибо. Мы его убедили, да? Порой нам приходится терять близких людей. Кому-то раньше, кому-то позже. Такая у нас доля. Счастливые часов не наблюдают. Я рада, что я с Рётой. Но живи до конца, Рёта, насколько это возможно. И когда ты вернёшься на небо, у тебя останутся от земной жизни только самые лучшие воспоминания. Это конец, да? Какой же я довольный себя чувствую после этого Рута. Удовлетворённый, довольный, одухотворённый, не знаю. Столько эпитетов сейчас можно подобрать. Это прекрасно, ребята. Серьёзно, я чуть слезу сейчас не пустила. Грустно, конечно, что мы сталкиваемся с таким вот фактом, как то, что наши близкие уходят, что нам приходится смириться с их потерей. Но тем не менее, если у вас есть возможность, пусть даже ненадолго побыть вместе, так делайте это. Будьте вместе. Это самое главное. Вот как-то так. Эндинг первый. Ну, я была права. Эту концовку мы, по идее, должны были получить самая первая. While it lasts. Пока это длится. Да? Пока вы можете быть вместе, то пользуйтесь этим шансом. под конец игра, как всегда, чуть-чуть подвисает, но это уже не принципиально важно. Ох, ребята! Ну вот, с улыбкой до ушей я заканчиваю этот рут. Мне очень приятно было его читать. Хоть и немного это по времени заняло. Я думаю, так действительно немного. на одну серию вполне хватит. Остался Ювья и остался таинственный падший ангел. Я уже не знаю, когда мы с ними разберемся. Уже скорее всего в следующем году. Но я думаю, вы этого не заметите, потому что эта серия и так должна выйти в году 2018. И поэтому поздравить вас, например, с Новым годом я уже не смогу, поскольку он уже стопроцентно пройдет. Но, тем не менее, знайте, что эту серию я проходила с хорошим настроением, с праздничным настроением. Готовясь уехать домой и отметить Новый год со своей семьей, со своими любимыми и близкими. Потому что они очень важны. Вот так. Я заканчиваю на этом серию. Всем большое спасибо, кто ее посмотрел. Не забывайте подписываться, если кто-то вдруг этого еще не сделал. И также смотреть другие летсплеи наших других ребят. Им будет очень приятно. Всем всего доброго, всего самого хорошего. И пока, ребята. Увидимся с вами в следующих сериях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok